Рамиля Рашидовича Ашимова Рамиля Рашидович, расскажите о своей культуре, чем она так хороша, чем знаменита, чем ценится эта ягода в первую очередь В первую очередь она связана с тем, что она самая первая созревает, то есть когда еще ягод нету, что очень полезно для организма, потому что как раз организм После зимы Да, после страдался витаминах, как говорится, не из аптеки химию есть Свеженький витаминчик из куста Я хочу сказать, что мы не попали вот с нашим оператором на дегустацию, жимолость, которую проходила у нас в Нижегородской сельскохозяйственной академии, не позволила нам работа И вот сейчас мы, как говорится, к шапочному разбору, тут уже последние ягодки остались, в основном урожай был не дегустацию собран Что вы там оцениваете у этих форм ваших отобранных, у ваших сортов? Ну, мы оцениваем, это внешний вид, то есть как в общем вид, то есть крупные они, мелкие, это по внешнему, то есть не при помощи линейки, а визуально И вкуш, и на основании этого ставится оценка регуляционная В баллах, да? В баллах, да, там от 0 до 5, самое лучшее это 5 Вот посмотрите, пожалуйста, я вот тут вот два сорта собрала и две формы Здесь вот подарок агрофагу, вот на блюдечке с голубой каемочкой, вот видите, это подарок агрофагу, это ваш сорт, да? Да, это наш сорт Ну, чем он хорош, то что, во-первых, он крупный, то есть это где-то до 2 сантиметров в длину Значит он кисло-сладкий, но больше к сладости все-таки относится Не осыпается Вот очень важно, да, сегодня-то у нас 21 июня, то есть это уже из лед всей жимолости Уже ягодки все либо съедены, либо облетели А тут мы пришли, они висят, как замечательно, да? Да, практически не осыпает, и самое главное, что даже несмотря на то, что он не осыпается, вы заметили, что нету мокрого отрыва Мокрого отрыва нет, совершенно сухая ягодка Да, сухая, то есть оно не будет, как говорится, портиться, если куда-то перевозить А вот это вот только будущий сорт, вот на этом листочке, на зелененьком листочке, это будущий сорт, это форма, и она еще более крупноплодная, как я заметила, да? Мы будем изучать дальше, потому что посмотрим, как она себя проявит в следующие годы По биохимическому, по зимостойкости, устойчивости Вот здесь еще, вот один сорт, беренче он называется, да? Да, беренче ему передали, как говорится, ну, в том году, правильно сказать, потому что все-таки по 15 января принимают заявки Он тоже крупноплодный, маленько, конечно, покислее, тоже так же Ну, очень вкусно, мне понравился Ну, это, как говорится, на вкус и свет, и нет, небольшая кислинка, как вы заметили, не сильная такая Беренче в переводе с татарского это первый, да? Первый, а вот это тоже форма 16А, она называется у Рамиля Рашидовича Тоже видите, какие крупные ягодки, я опять же повторюсь, что это вот прям последушки, последушки Мы где-то там в глубине куста, на нижних веточках, вот все это собрали Рамиль Рашидович, вы говорили еще, что витамин П очень важен в этой ягоде Расскажите, пожалуйста, вот жимолость почему-то, вот знаете, я прохожу по нашим садам, смородины прям несколько кустов И красная, и в основном черная, там малина, земляник растет А жимолости, ну, 2-3 кустика сажают, так обидно, это такая замечательная ягода Расскажите вот об этой пользе Ну, она славится не только то, что она ранее, так же содержание витамина П Хотя это не самое высокое содержание, там у него где-то полторы тысячи Ну, поболее полторы тысячи, 1800 у некоторых доходит, тоже зависит от года Ну, так же, как говорится, она вводит То есть, подождите, не самые высокие вы имеете в виду по сравнению с черноплодной рябиной Черноплодная рябина, она рекордсмен Да, рекордсмен Ну, извините, черноплодки столько не съешь, она вяжет И к тому же на осень И к тому же на осень А это первые ягоды И вот витамин П, он чем знаменит? Что в нем такого замечательного? Ну, он знаменитен в том, что, во-первых, прочистка сосудов, вывод холестерина и радионуклидов То есть, это как... Фактически профилактика раковых заболеваний, да? Да, фактически, как все это... Конечно, витамин П, он есть во всех фруктах То есть, вот фиолетовых, красных, там, морковь и свекла Ну, тут в ягодах Здесь вот он еще и приятно Свеклу тоже вот мне очень-то будешь есть А это, что мне еще очень нравится Вот у меня есть семья, мы дружим И там ребенок не может есть ягоды земляники, Виктории, то есть, да? Ну, клубники, как ее многие называют, аллергия А от жимовости нет аллергии Вот, что очень хорошо Но я не знаю, может быть, не у всех Но вот этот конкретный такой ребенок То есть, не скажу Да, это проверять Это врачи Проверять надо, да, опытным путем Вот у Сони нет аллергии На землянику есть, а на жимовости нет аллергии Это особенно любят дети Самые первые, они это самые... Колючек нет, как у малины, да? Зимостойкая, такого трепетного ухода, как с земляникой, тоже не надо Четыре года прошло, ее менять приходится, да? А тут... Да, 25 лет и более То есть, если... Ну, конечно, тут нельзя уже сказать, что совсем уходно А все-таки, вот если такая жара, все-таки лучше полить Полив нужно Полив нужно Хоть, если это суглинистые почвы, это раз в неделю хорошенько все равно пролить Не могу удержаться, вот прям так и хочется ягодку съесть Замечательная жажда утоляет Вот сейчас жару, прям изумительно Но это... Так, Рамиль Рашидович, еще расскажите, пожалуйста Вот сортов-то ведь очень много, да? Они, как у всей культуры, у всех культур различаются на ранние, поздние И вот тут какой разбег во времени, ранний и поздний? Ну, тут примерно одна-двуха недель Одна-две недели? Да, примерно Ну, зависит все от погоды еще От погоды, потому что если рано весна начинает, потому что уже почки просыпаются Может еще снег лежать, то есть она уже как бы выходит из покоя То есть и рано засветает То есть где-то уже примерно 9 мая она уже светет И что очень важно, вы говорили, что не боятся цветы заморозков Да, она выдерживает цветы, выдерживает до минус 7 градусов До минус 7 градусов Представляете, какая морозостойкость вот у цветов жимолости Это для нашей средней полосы А мы находимся в Нижегородской области Это 56-я параллель Это очень важно, потому что многие культуры, они просто вот цветут А бац, заморозок и все, и плодов нет А жимолость практически каждый год дает нам урожай Ну что, вот еще какие сорта вы посоветуете для нашей Нижегородской области Я понимаю, что ваши сорта, вот я бы хотела их приобрести А пока еще они не размножены в таком масштабе Да, в таком масштабе еще Ну, вот неплохо тебе зарекомендовали ленинградские Селекции там морена, нимфа, виола, фиалка Конечно, самое вкусное, как я сам пробовал в городце Это нимфа, и там тоже считают Ну, потом и черничка Ну, в основном, конечно, вот сейчас этого морена на рынке представить Нимфу можно найти Также вот раксолана тоже Это все ленинградские Мы потом на экране эти все сорта выведем списочком Вы не переживайте, что вы какие-то сорта не услышали, как называются И вот еще у меня лично на участке Нижегородской ранее Есть тоже наш сорт нижегородский Я вот заметила, она прям самая ранее Да, она самая ранее, но у нее, конечно С одной стороны, можно назвать недостаток С другой стороны, тоже и положительная сторона Это осыпает Ну, если так вот подойти практически Достаточно пленку поселить под нее И она сама уже у вас там лежит Да, у вас осыпалась И можно прийти, там многие тоже Но это только нужно в том случае, когда чистенько все под кустиком Никаких сорняков нет Ухаживайте за своей жимолостью Я немножко скажу, вот как за ней ухаживать Чтобы просто было, чтобы сорняками не зарастало Чтобы влага сохранялась Мульчировать надо, дорогие друзья Вот толстый слой мульчи Это ведь лесная культура, правильно, да? И она привыкла расти в лесу На вот этой лесной подстилке Да, она Поэтому мульчируйте Проблем у вас с жимолстью не будет Она будет хорошо расти И влага там хорошо будет содержаться Так, мы списочек сортов дадим И чтобы еще не затягивать видеоролик Я сразу скажу, что следующий у нас будет об агротехнике О том, как правильно выращивать жимолость О том, какие болезни или вредители у нее существуют Появились эти, вы даже правильно сказали Потому что она все-таки интродуцирована И все-таки накапливается Появляются у нас те, которые раньше не были Раньше была только одна пля Ну вот, хорошо Значит, в следующем ролике Не уходите с нашего сайта Рамиль Рашидович нам расскажет Как ухаживать за жимолстью Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!